Сегодня более элементарной нашу жизнь сделают два человека. Это, во-первых, Константин Николаевич Дуплевичев. Доброе утро. Доброе утро. Константин Николаевич не просто так. Он врач-психотерапевт, сертифицированный супервизор, преподаватель международного класса, специалист по трансперсональной и телесно-ориентированной психотерапии. И, конечно же, наш постоянный гость – это научный популяризатор основных проекта «Сайд». Доброе утро. У нас еще утро. Не знаю, кто достает в три часа ночи. Просто для тех, кто пешком идет через мост к нам, для них уже день. Константин Николаевич, если не секрет, что такое трансперсональная и телесно-ориентированная психотерапия? В психотерапии очень много разных направлений. Ну, например, всем знакомо такое направление, как психоанализ, транзактный анализ. У меня транзактный анализ – там не знакомое понятие. Ну, скажем так, для специалистов, наверное, более знакомо. Для обывателей, наверное, это больше психоанализ. А психотерапия трансперсональная, почему она не просто персональная? Что это такое? А транс – это надчерез, а персона – это личность. То есть, это вопросами она занимается такими культуральными, этническими, архаическими. То есть, изучает там, как древние шаманские ритуалы, заканчивая последними технологиями, исследующими особые способы дыхания. А вот телесно-ориентированная психотерапия – это когда по коленочке так бьешь и нога дергаешь? Давайте про детали психотерапии. Мы потом, когда в процессе уже будем обсуждать, сейчас сначала про новости расскажем. Конечно. Сейчас, я так понимаю, идет месяц психического здоровья, верно? Да. У нас сегодня основная тема программы – это месячник психического здоровья, который с 1949 года отмечается Американской ассоциацией невропатологов и неврологов, и вообще всего связанного с когнитивными науками и нейронауками и так далее. Вот. Также он позже уже начал отмечаться во всем мире. Так что мы сейчас уже 69 лет как празднуем месяц май – месяц психического здоровья. Вот в прошлый раз мы говорили про ходьбу, кстати. Вот в Великобритании май – месяц ходьбы, да. А вот мы – месяц психического здоровья хотя бы. У кого-то кто-то пешочком ходит, а кто-то в голове работает. У всех разные проблемы, да. Ну что, новость такая. Интенсивность воспаления в мозге научились определять по уровню микроэлементов в крови. Периодически измеряя концентрацию магния, железа, некоторых других элементов в сыворотке крови, можно будет следить за воспалительными процессами в нервной ткани. Это все нужно для того, чтобы по микроэлементному составу, то есть мы находим, ученые находят новые методы для того, чтобы диагностировать на ранних этапах те изменения, которые происходят в нервной, в частности, если мы говорим в данном случае о нервной системе. И мы можем таким образом прогнозировать развитие серьезных заболеваний, таких как расстройство аутистического спектра и нейродегенеративных расстройств. И все это мы можем… А вот попроще вот этот спектр. Расстройство аутистического спектра, ну… Аутизм. Да, и схожее с ним состояние. Это широкое такое… Да, это очень широкое понятие. Ну, потом мы, может, еще про это поговорим. Скажите, пожалуйста, что может быть причиной вот этого развития подобных состояний? Ну, здесь изучают уже следствия, скажем так, накопления микроэлементов. А что причиной, пока они известны, действительно… Воспалительные процессы, по крайней мере, они возникают. Они возникают по разным причинам, в том числе из-за нарушения обмена веществ. То есть различные… Можно прям так ребенку и говорить. Будешь плохо кушать, будешь аутистом. Ну, так не бывает, потому что должно быть наследственная предрасположенность определенная, не только питание. Ну, в частности, питание… Этот фактор может добить вот эту предрасположенность. Ну, по крайней мере, да. Может являться триггером, то есть запускающим элементом. Это очень известное такое направление, когда многие психические отклонения пытаются найти им какую-то органическую почву. Пытаются найти, ну, какие-то микроэлементы, там еще там что-то такое. Ищут, ищут, как уж с вареньей ищут, аутизм ищут. Ну, вот это… Из ваших хост это звучит так, как будто… Ну, они там пытаются, конечно, это обусловить какими-то физическими процессами. Нет, нет. Но это все такая чушь. Нет, это не чушь. Это обычное человеческое стремление найти, основу найти причину. И когда мы найдем эту причину, возможно, что-то это поменяет во взгляде на многие психические заболевания, неизвестные, этиологии неизвестной причинности. Неужели это связано как-то вот с содержанием магния, железа, других элементов? Как уже Константин сказал, это нарушение микроэлементарного состава является следствием этих процессов. То есть по наличию этих элементов в сыворотке крови, когда мы их определяем, мы можем заподозрить то или иное развитие процесса. Или говорить о склонности. Да. Ученые научились этому где? У нас или не у нас? Ну, данная методика была разработана ярославскими учеными, то есть это российская методика. Новосибирские ученые в этом продвигаются? Новосибирские ученые конкретно этим не занимаются, но, по крайней мере, то, что у нас в России что-то происходит на этот счет, это уже неплохо. О психическом здоровье сегодня разговариваем. У меня оно немножко уже пошатывается. Помогите, спасите, пожалуйста. Константин Николаевич Дуплищев у нас сегодня в гостях и Павел Хаснулин. И, кроме всего прочего, то, что мы уже успели обсудить до рекламы, совсем недавно, что в мае, был день рождения у Зигмана Фрейда. Да. Да. Человек внес след в историю развития, в том числе, нейронаук, когнитивной и психической деятельности. Вот, Константин Николаевич, что вы нам расскажете о товарище Фрейде Сигизмунде? Что о нем рассказывать? На самом деле, его, наверное, знает каждый. Он сейчас во всех фильмах участвует в том или ином виде. Даже герой не было. Оговорочки по Фрейду и все такое. Оговорочки по Фрейду, то есть это притчево языцах стало. Это говорит уже о том, что он внес огромный вклад. На самом деле, не только в нейронауку и в психологию и так далее. Он внес и в социальные сферы и вообще в общество в целом, в сексуальную революцию, ту, которую многие говорят. Вот, поэтому человек поистине гениален и его, так можно назвать, уже человеком мира. Все труды, которые уже изучены или что-то еще до сих пор, наследие Фрейда как-то до сих пор перерабатывается? Не, ну, безусловно, особенно психоналитической терапией, это продолжающиеся, вечно, наверное, продолжающиеся споры, о чем думал Фрейд, что он хотел этим сказать и так далее. Но сейчас очень много направлений построенных на его, скажем так, видение, на видение его учеников. Это разрослось во множество, множество, витвистость такой психологических разных сфер деятельности, психотерапии практической. Кроме всего того, что мы уже успели обсудить, есть у нас еще такая прекрасная рубрика, называется «Энциклопедия здравомыслия». И сегодня в этой теме мы бы хотели затронуть синдром хронической усталости. Который отмечается традиционно 12 мая. Это в смысле дата, когда все хронически усталые? День хронического, он правильно называется, день хронической усталости, точнее, день осознанного подхода к хронической усталости, фибромиалгии и миологического энцефаломиелита. Ой, что-то совсем неэлементарно. Это завтра, да? Да, это завтра. И вот сегодня я предлагаю поговорить с точки зрения здравого смысла о том, существует ли хроническая усталость. Можно я скажу? Я нашла в интернете определение, чтобы те, кто первый раз сталкивается с этим понятием. Это синдром утомляемости после перенесенной вирусной болезни. То есть ты переболел, и вот потом у тебя появляется какая-то там хроническая усталость. Синдром поствирусной астении, иммунной дисфункции, доброкачественной миологической энцефаломиелит. Та-та-та. Болезнь, характеризующаяся длительной усталостью, не устраняющаяся даже после продолжительного отдыха. Как бы ты себя не разгружал, как бы ты не старался отдохнуть, ты все равно усталый, и это наталкивает тебя на мысль, что ты страдаешь тем самым синдромом. Это правда или миф? И такое бывает, и с кем это случается? Ну, это один из... Это не то чтобы миф, это одна из теорий, которая возникла в определенные годы в связи с массовой диагностикой этих заболеваний, и их связали с вирусной инфекцией. Ну, в медицине, психологии, психиатрии есть такое понятие, как диагностическая корзина, когда в один диагноз спихивают кучу разных заболеваний. И вот, например, вы знаете, такой вегетисудистая дистония или НСД сейчас по современной классификации. Тоже человек с разной симптоматикой приходит, он говорит, ну, у вас вегетисудистая дистония, да, у вас синдром хронического осталости. То есть пока на самом деле это просто диагностически очень широкое понятие, куда включает очень много разных состояний. Это, наверное, похоже на то, честно говоря, с ваших слов, когда врачам просто неохота разбираться? Ну, не то, чтобы неохота разбираться, не нужно так на врачей все понять, просто неясные причины. Человек жалуется вот на такие состояния. Это болезнь современности, болезнь городов в этом плане. Тут и депрессия, да? Да, да, можно включить что угодно. Как это диагностировать, на самом деле каких-то четких критериев нету. И, собственно говоря, многие врачи ищут тоже здесь какую-то причину, пытаются найти, потому что человек описывает, что у него все нормально, но он просто устал. Но самое главное, что есть основные принципы терапии, не лекарства, а терапии. Как бороться с этим? В первую очередь это физическая активность и осознанное поведение, то есть когнитивная, бихеверальная психотерапия. Тут снова, кстати, о ходьбе, да? Да, кстати. Между прочим, был такой один известный психиатр, который говорил, что нет такой проблемы в жизни человека, которая не решается разной походкой. Ну вот, кстати, возвращаясь к месячнику психического здоровья, в этом году он проходит под девизом «For mind, for body», то есть для ума и для тела. И в частности, как раз, если говорить о подходе комплексном, то телесно-ориентированная психотерапия, которой занимается Константин Николаевич, очень сюда подходит, в девиз этого года. Можно так сказать, что в рамках телесно-ориентированной психотерапии мы не используем такого диагноза, как синдром хронической усталости. Любой контакт с телом, любой телесный процесс восстанавливает наши силы, восстанавливает нашу энергию легко и просто. До вашей встречи мы говорили, Савелина Варина, о том, что лучший отдых – это смена деятельности. И вот в этом плане, может быть, это лекарством от… Да, помочь им, безусловно, безусловно, это классическая истина. Отлично. Основными, кстати, если говорить о подходе комплексном, то основными элементами являются питание и физическая активность. Также уделение внимания связи между желудочно-кишечным трактом и мозгом – это сейчас очень популярное, будем так говорить, и перспективное направление вообще в нейронауках. Что я могу сделать, как я могу уделить внимание, как чайник? Ну, есть такое современное исследование, которое говорит, что большинство наших эмоциональных переживаний, состояний по утрам, они связаны, прежде всего, не с прямым воздействием нашей психики, а с опосредованным, через взаимодействие через желудочно-кишечный тракт. Как я могу о нем позаботиться? Говоря простым языком, наши бактерии создают для нас настроение. Позаботиться нужно питаться рационально, полноценно, разнообразно и всевозможно использовать как можно больше натуральных продуктов. Чипсин нельзя. Дело не в нельзя, а в том, что нужно как можно больше использовать продуктов, содержащих растительные волокна, которые способствуют как раз развитию нормальной микрофлоры, и так они называются пребиотики. Ну, еще, наверное, человеческое общение. Безусловно. А еще, кроме этого, сон и противодействие стрессу. Это все замечательно, и для того, чтобы не забывать об этом и о многих других вещах, и чтобы в них разобраться, кроме нашей рубрики «Элементарно», можно еще посетить программу городских дней науки в мае, традиционно в Новосибирске, проходит в Академгородке. И не только в Академгородке. Начинается она буквально с сегодняшнего дня, и не только в Академгородке. Буквально с сегодняшнего дня можно посетить разные мероприятия. В институтах Сибирского отделения и также на различных площадках популярные мероприятия, лекции и так далее. С 11 по 19 мая детали можно на сайте Сибирского отделения все узнать. Там полная программа всех мероприятий. Спасибо огромное. У нас в гостях был Константин Николаевич Дуплищев и Павел Хаснольев. Всего доброго.